Дорогая Анечка Я кричу, и голос мой дикий Эта медь ударяет в медь Я носитель мысли великой Не могу, не могу умереть Словно молоты громовые Или волны гневных морей Золотое сердце России Мерно бьется в груди моей И так сладко рядить победу Словно девушку в жемчуга Проходя по дымному следу Отступающего врага Это краснознамецк, городской дом культуры Ежегодно проводимое торжественное мероприятие под названием «Гумилевская осень» Любители поэзии, местная администрация Учителя и ученики районной школы Гости поэты, писатели, историки Знатоки и ценители творчества Николая «Гумилева» Уже девятнадцатую осень Собирается в этом зале Почитать, посмотреть, пообщаться Узнать, услышать что-то новое Это стихотворение, начинающееся словами «Милый мальчик, ты так весел» Николай Гумилев написал в 1907 году Когда ему был 21 год Уже 21 Или еще 21, неважно Ведь всякий поэт, о чем бы он ни писал, всегда пишет о себе У Гумилева была своя теория, касающаяся возраста человека Согласно ей, возраст не зависел от данных паспорта И не менялся с годами Про себя поэт говорил, что ему вечно 13 Теория любопытна, но не бесспорна Впрочем, с жизнью биографии основателя акнеизма она соотносится вполне Но вернемся на сцену Мальчик, дальше Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ Но я вижу Ты смеешься Эти взоры Два луча На, владей волшебной скрипкой Посмотри в глаза чудовищ И погибни Славной смертью Страшной смертью Скрипача Стих во многом оказался для Гумилева пророческим Вечно 13-летний скрипач В 21 году будет расстрелян Но сейчас не об этом Каждую осень здесь проходят эти мероприятия Почему в Краснознаменске? Почему осенью? И почему Гумилев? Все началось в 2000 году В 2000 году инициатор, глава Краснознаменского района, Пискарев, Федор Григорьевич Он мне как-то говорит Геннадий, вот соседи наши Нестеровцы имеется в виду У них там постоянно Выдающиеся люди Годовщины, праздники Там все через них едут Нас вот объезжают к нам Ну так вот мы и расположены на отшибе И никого нет И нам бы вот тоже хотелось как-то привлечь внимание И к краснознаменцам И к культуре Ну давай что-то найдем Ну какого-то вот деятеля Военного, художника, писателя Ну кого угодно Я ему пообещал И однажды в военно-историческом архиве Я взял дело, где хранились документы О действиях конной гвардии Российской конной гвардии Осенью 1914 года Это второй поход Русской армии в Восточную Пруссию В Первой мировой войне Мы все воюем Хотя теперь и не так ожесточенно За 6-е и 7-е Наша дивизия потеряла До 300 человек При 8 офицерах И нас перевели верст За 15 в сторону Здесь тоже беспрерывный бой Но много пехоты И мы то в резерве у нее То занимаем полевые караулы И так далее Здесь каждый день берут По нескольку сот пленных псигеманцев А уж убивают без счета Здесь отличная артиллерия И много снарядов Солдаты озверели И дерутся прекрасно И там полк, в котором воевал Гумилев Я нашел эти документы Описывающие Они, в принципе, часть их была уже известна Но были и свежие документы Интересные Там, где рассказывается о Гумилеве В октябре 2014 года Я попросил их скопировать Мне сотрудники сказали Вы знаете Нельзя Это дело секретное Я говорю Ну понятно, оно секретное Но я-то, извините Российский полковник Совсем другое государство И что от меня может быть здесь секретного Они так помялись И все равно не дали В следующий раз я прихожу И говорю Так что? А вы знаете Дело на ремонте Срочно отправили на ремонт Ну, есть у архивистов Такой ход А все почему? Потому что, ну, Гумилев Имя Гумилева было модно тогда Все Ну, многие стремились Вот о нем А тут новые документы И они захотели сами Рассказать об этом Действительно В конце 90-х Начале 2000-х Тема поэтов Серебряного века Была на слуху Открылись ранее Недоступные архивы Новые материалы Новые публикации И новые подробности Из жизни тех знаменитых людей Кто вышел Из-под запрета Советской цензуры Информация Которых была Скупа на подробности Чье творчество Было классикой Отечественной литературы Или становилось таковой Входило в программы Школьных учебников В их числе И Николай Гумилев Сказавший о себе И умру я Не на постели При нотариусе И враче А в какой-нибудь Дикой щели Утонувшей В густом плюще Чтобы войти Не во всем Открытый Протестантский Прибранный рай А туда Где разбойник Мытарь И блудница Крикнут Вставай Родился Николай Степанович 15 апреля 1886 года В Кронштадте Его отец Служил корабельным врачом Мать происходила Из старинного Дворянского рода Львовых В 1894 году Гумилев поступил В гимназию Якова Гуревича В Петербурге Чуть позже В Царскосельскую Николаевскую гимназию Учился плохо Всегда попадал В списки Неуспевающих Его оставляли На второй год Дело шло Об исключении Но вступился Директор гимназии Поэт Иннокентий Анинский Сказав, что Неуспеваемость Компенсируется Отличными стихами Николай Гумилев Жираф Сегодня Я вижу Особенно грустен Твой взгляд И руки Особенно тонкие Колени Обняв Послушай Далеко Далеко На озере Чья Изысканный Бродит Жираф Ему Грациозная Стройность И негода А шкуру Его украшает Волшебный Узор С которым Равняться Осмелится Только Луна Я, конечно, Информацию получил, Которая мне нужна была. Приезжаю и говорю Федор Григорьевич, Вот так и так. Есть Писатель, Поэт, Воин, Гражданин. Он воевал В Конной гвардии. Он был, Описывает сам В своих дневниках. И он В ходе разведки Вошел В деревушку Шеленин. Сегодня Это поселок Победино. Ну, они посмотрели там С немцами Постреляли друг в друга И поехали дальше. Это разъезд. Но, однако, Это было И Федор Молодец, Царь Скульптор. И Олег Сальников И Люда Богатова Муж и жена Они Эту идею Подхватили. В результате В 2001 году В поселке Победино Рядом со школой Был установлен Памятный знак Помню, был свежий Солнечный день Когда мы подходили К границе Восточной Пруссии Я участвовал В разъезде Посланном, чтобы Найти генерала М К отряду К которого Мы должны были Присоединиться Он был на линии боя Но где протянулась Эта линия Мы точно не знали Так же легко Как на своих Мы могли Выехать на германцев Я был дозорным И первый раз На войне почувствовал Как напрягается воля Прямо до физического Ощущения Какого-то Окаменения Когда надо Одному Выезжать в лес Где может быть Залегла Неприятельская цепь На другой день Мы вошли В разрушенный город От которого Медленно Отходили немцы Преследуемые Нашим Артиллерийским огнем Хлюпая В черной Липкой грязи Мы подошли К реке Границе Между государствами Где стояли Орудия И в вечер Этого дня Ясный Нежный Вечер Я впервые Услышал За редким Перелеском Нарастающий Гул Ура Огнезарная Птица Победы В этот день Слегка Коснулась Своим Огромным Крылом Но Гумилев В Краснознаменске Это не только Памятный камень Стихи Вечер памяти Поэт В Доме культуры Гумилев Это краеведческий Музей города И весьма Обширная экспозиция О Первой мировой В этих краях В том числе И о добровольце Гумилеве Который был зачислен Вольно определяющимся В Лепгвардии Уланский Ее Величество Полк Фотографии Открытки Письма Рисунки На них Хотелось бы Обратить особое Внимание Автор И непосредственный Участник Боевых действий Михаил Лисовский Что впрочем Следует Из надписи На альбоме Силуэты войны Альбом Библиографическая редкость И оказался В стенах музея Благодаря стараниям Его директора Людмилы Петровны Литвиновой Рисунки Великолепный образец Жанровой И батальные графики Истинный документ Эпохи Мне Вольноопределяющемуся Охотнику Одного из Кавалерийских полков Работа нашей Кавалерии Представляется Как ряд Отдельных Вполне Законченных Задач За которыми Следует Отдых Полный Самых Фантастических Мечтаний О будущем Если пехотинцы Поденщики Войны Выносящие На своих плечах Всю ее тяжесть То Кавалеристы Это веселая Странствующая Артель С песнями В несколько дней Кончающая Прежде длительную И трудную Работу Нет ни зависти Ни соревнования Вы Наши отцы Говорит Кавалерист Пехотинцу За вами Как за каменной Стеной Дорогая Анечка Сейчас получил Твое И мамино Письмо От шестнадцатого Спасибо Что вы Мне так Часто Пишите Письма Идут Оказывается Десять дней На твоем Письме Есть штемпель Просмотренный Военной Цензурой У нас Уже Несколько Дней Все тихо Никаких Боев Нет Правда Мы Отошли Но Немец Мнется На месте И боится Идти За нами Эти Шоссейные Дороги Разбегающиеся В разные Стороны Эти Расчищенные Как парки Рощи Эти Каменные Домики С красными Черепичными Крышами Наполнили Мою душу Сладкой Жаждой Стремления Вперед И так Близки Мне показались Мечты Ермака Перовского И других Представителей России То, что Французы Нас Заставили Выступить Неподготовленными Мы Через Две Недели Смогли Отмобилизовать Одну Треть Вооруженных Сил Генеральный Штаб Пошел На поводу У Французов И начал Преждевременное Наступление Если бы мы Отмобилизовали Все как положено Ну конечно Мы бы этот Берлин Как в Семилетнюю Войну Взяли бы Никаких проблем Не было В 1903 году Гумилев Познакомился Со своей Будущей женой Анней Игоренко Воспительницей Мариинской Женской Гимназии Через Десятилетие Знаменитой Анной Ахматовой Молодая Поэтесса Долго не отвечала Романтическому Юноше Взаимностью Николай Уехал Жил за границей Трижды Побывал В Африке В 1908 году Вернулся Они снова Встретились Гумилев Был настойчив И в 1910 году Они обвенчались Через два года У них родился Сын Левушка Мальчик Не посрамивший Имен своих родителей Ныне известный Востоковед Писатель Историк Эпнолог Лев Гумилев Как и отец Патриот Своей стороны Про свою Принадлежность К интеллигенции Он однажды Сказал так Ну какой я Интеллигент У меня есть Профессия И я Родину люблю У нас не жарко Изредка Легкие дожди В общем Приятно Живем мы сейчас На сеновале И в саду В хаты Не хочется заходить Душно и грязно Молока много Живности тоже Беженцы продают Очень дешево Я каждый день Ем то курицу То гуся То поросенка Понятно Все вареное Папиросу Увы нет И купить Негде Ближайший город Верст За восемь Десять Нам прислали Махорки Но нет бумаги Это грустно Это грустно На следующий день Противник Несколько отошел И мы снова Оказались На другом берегу На этот раз В роли Сторожевого Хранения Трехэтажное кирпичное строение Нелепая помесь Средневекового замка И современного Доходного дома Было почти разрушено Снарядами Мы приютились В нижнем этаже На изломанных креслах И кушетках Сперва было решено Не высовываться Чтобы не выдать Своего присутствия Анечка Позволь поздравить тебя С днем твоего ангела Мои ангелы Всегда прибудут с тобой Пишу много стихов На той бумаге Что удается Раздобыть В военных условиях Обними маму И Левушку Крепко Твой всегда Коля К концу 1915 года Он будет награжден Двумя Георгиевскими крестами В марте 16 Произведен в прапорщ И переведен в 5-й Гусарский Александрийский полк В 17-м уехал в Париж Сидеть переброски На Солоникский фронт В январе 1918 После расформирования Управления военного комиссара Которому был приписан Гумилев отправился в Лондон А затем в апреле 1918 Снова вернулся в Россию Говорить о том, что он совершил Каких-то подвигов Как Козьма Крючков Допустим Да там Вот Нет Нет Да от него и не требовалось Нам интересно Вот Россиянам сегодняшним Человек Государственник Россия Любит Россию За нее пошел сражаться И воевал Лучше хлеба питает нас И залитые кровью недели Ослепительны и легки Надо мною рвутся шрапнели Птиц быстрей взлетают клинки Я кричу И мой голос дикий Эта медь ударяет в медь Я Носитель мысли великой Не могу Не могу умереть Его расстреляют в августе 21-го Расстреляет Петрогатская ЧК За участие в контрреволюционном заговоре Которого не было Реабилитируют поэта в 92-м На стене тюремной камеры Где сидели приговоренные к расстрелу Позже обнаружат надпись Господи, прости мое прегрешение Иду в последний путь Энн Кумилев Стихотворение «Однообразные мелькают» Николай написал летом 17-го За год до развода с женщиной Которую, очевидно, любил одну Единственную Раз навсегда Безумно И, видимо, безответно Свою Аню Анечку Анну Остальные были не в счет Но и она печальна тоже Не приказавшая любовь И под ее атласной кожей И под ее атласной кожей Бежит оправленная кровь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok